Стартовал гран-тур Байкальская миля 2022. Автомобильные экипажи отправятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока к озеру Байкал. Они преодолеют от 4 до 7,5 тысяч километров. В состав каждой команды войдут от 2 до 5 человек, среди которых будет блогер или журналист. Это изучение своей родины, красот, краеведения, исторических данных, потому что помимо того, что они преодолевают эту милю и встречаются на Байкале, они ведь еще и выполняют квесты всевозможные и получают знания об истории, о географии, о людях, которые изучали не только Приморский край. Наши ребята едут, популяризируют Приморский край, другие ребята, ведь старт будет и Москва, и Санкт-Петербург. Все встретятся, обменяются мнениями. Наверное, для молодежи это очень важно. Путь из разных уголков нашей родины к легендарному озеру позволит командам гран-тура выполнить ряд маршрутных заданий творческого характера, посвященных культурному и историческому наследию регионов России. Впервые в увлекательный гран-тур отправляются две команды из Владивостока, студенты Института транспорта и логистики в ГОЭС. Мы прежде всего думали о том, что это будет очень хорошая практика для них, для студентов. Потом по мере подготовки к этому мероприятию я уже стала волноваться, потому что понимала, насколько ответственно детей отпускать в такое длительное путешествие. 3600 километров они должны проехать от Владивостока до Улан-Удэ, но я думаю, что они выдержат все, и популяризация такого замечательного направления подготовки в ГОЭС, Приморского края, это вот те задачи, которые мы перед собой ставим. 13 февраля состоялась жеребьевка. Каждый экипаж получил свой маршрут. Команда в ГОЭС в поисках зацепа-1 отправится на Байкал по маршруту Биробиджанский. Команда в ГОЭС в поисках зацепа-2 проедет по маршруту Хабаровский. Задания, которые даются непосредственно маршруте, они достаточно интересные, и я не могу сказать, что трудные, но достаточно относительно мало информации именно в свободных источниках. То есть приходится немножко копаться, думать, искать и уже, соответственно, собирать материал, который можно предоставить жюри. Главной в Гран-туре станет тема «Места силы». Она должна будет найти содержательное отражение в заданиях. А основная идея мероприятия – установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.